У нас ведь большое постсоветское пространство. Мы вот зациклились, Украина, Янукович струсил, сбежал, предал всех, сейчас Порошенко, идут убийства по всей Украине, кровь, насилие. Но ведь есть более, не более, а реально положительный пример. Возьмите тот же Азербайджан. Какие успехи? Там обустроены все села, строятся новые комплексы, спортивные. То есть преобразилась страна. Почему? Правильно избрали руководителя. Сегодня там Ильхам Гейдарович Алиев. Я его отца знал еще. Великолепно. Это великий азербайджанец Гейдар Алиевич. Владимир Алиевич, не все армяне с вами согласятся. Это другой вопрос. Я говорю, внутри страны. А Украина что внутри страны сделала сейчас? Хоть Кучма был, хоть Ющенко был, хоть, допустим, Янукович, или сейчас Яценюк, и еще 10 будет, так сказать. Вот в чем проблема. Что на одном и том же политическом пространстве, но различные могут быть успехи. Потому что все зависит от подбора людей. В том числе и Москва виновата. Мы Шеварнадзе взяли и Гейдара Алиева в Москву. Потому что Шеварнадзе предал нас. А Гейдар Алиев все сделал хорошо. Давайте все-таки на Украину вернемся. Вот эта вот отставка Юсенихады... Что тогда никто не критиковал? Ну, давайте... А, вам не нравится. Вам Азербайджан не нравится. Подавай другое. Вам не нравится. Нет, нет, нет. Пожалуйста, если вы считаете, что это должно... В секторах, касательно продовольственного сектора, мы все-таки пока достаточно много импортируем. Там это молочная продукция, сыр. Гадость импортируем. Гадость. Немецкий порошок. Есть нам чем заменить это. Азербайджанскими помидорами. Самые вкусные в мире. Любого москвича спросите. Если дома праздник, идут на рынок, покупают только азербайджанские помидоры. У нас в Средней Азии полно продуктов. Мы можем ничего не ввозить из-за рубежа. Мы сейчас отрезаем дорогу молдавскому сельскому хозяйству на нашей рынке. Мы самая сильная, мощная страна. Вы должны гордиться. Нам есть чем гордиться. А вы мешаете. Я говорю, Ильхам Алиев, прекрасная страна и президент. А вы все, Яценюк. Кому нужен Яценюк? Вот лицо сегодняшних руководителей постсоветского пространства. А кому нужны? Вот смотрите. Тот же Азербайджан. Вам почему-то не нравится, что я говорю. Но Ильхам Алиев устоял. Он же не перешел критиковать нас. По самолету, по Украине. А на него давят. А остальные, пожалуйста, поддерживают. Побежала Молдавия, Грузия подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Ведь видите, разные советские республики. Есть процветающий Азербайджан. И сильный лидер. Потому что сильный был отец. Я почему о этом говорю? Я лично знал отца. Великолепный. Замечательный человек. О Азербайджанке, раз уж зашла речь. И так мы много уделяем внимания. Нужно включать в таможенный союз? И готов ли Азербайджан войти в него? В перспективе, конечно. В любом случае отличные отношения между руководителями России и Азербайджана, между министрами странных дел, между нашим комитетом по СНГ Леонид Слуцкий и руководителем Азербайджан. То есть, если мы больше внимания уделим Азербайджану, это ведь Исламская республика. Мы и отношения с Турцией улучшим, и с Ираном. Потому что иранские азербайджанцы, их даже больше, чем в Азербайджане, который Баку, столица. Поэтому здесь, на этом направлении нужно работать тоже. На Южном. Вот Керимов тяжело работать в Узбекистан. Назарбаев уже в таможенном союзе. А Южный Кавказ, это лицо не только Южного Кавказа, но и всего постсоветского пространства, нынешний руководитель. Но мы же ничего о нем не говорим, понимаете? Ничего. Даже мне вы сейчас пытаетесь помешать. А страна ничего не знает. Помидоры знают азербайджанские. А какая великолепная республика и замечательный руководитель этого не знают. Почему это не показать? Вот Яценюк Пройдоха, вот там Порошенко убийца, вот там Кусма сбежал, Янукович. Одно плохое. А разве хорошего мало? Прибалтика там зажимает. Смотрите, Прибалты зажимают русский язык. Граждане русские второго сорта, Азербайджан, 400 русских школ, больше, чем на Украине. Ни одну не закрыли. Мощнейший театр, университет. Вот там пример. Мы говорим, там запретили, там. Слушай, там запретили, а есть регионы, где наоборот разрешают. Мы не будем говорить об этих проблемах, кто же о них еще расскажет, кроме нас? Согласен. Но когда мы о плохом говорим все время, это стрессовое состояние людей подвигает по всей стране. Мы предлагаем ехать на какие-то заморские курорты. А что не поехать на азербайджанские курорты? Линкарань, Астара, Субтропики. И свои. Теперь Крым, Краснодарский край, Сочи. Но мы никогда не предлагали людям ехать и посещать Азербайджан. Как раз у нас зашла речь о внешней политике. Есть партия Великая Румыния в Бухаресте. И там тоже, соответственно, они, так сказать, с удовольствием вернулись и Буковину, и Бессарабию. А вот в Азербайджане нет антироссийской партии, понимаете? Нет желания что-то у нас захватить, а наоборот. Стараются, так сказать, везде налаять какие-то отношения. Поэтому они тоже специально ничего не делали для Азербайджана. А Украину мы прохлопали. Что нам посол Черамыдин делал? Что посол сегодня Зурабов с беженца? Давайте немного о наших российских. Давайте, пожалуйста. Затронули вы тему налогового маневра и тех предложений. Пусть идут и живут бесплатно. Владимир Руковлевич, к сожалению, у нас не так много времени остается до конца программы. Значит, про Азербайджан снова. Несколько тем. Вы хотите поехать в Баку? Я бы с удовольствием съездил, говорят, что европейский город. Посмотреть надо. Великолепно. Набережный, красавец. Вот это Париж. Не Тбилиси Париж, а Баку. Но все благодаря Ильхаму Алиеву. Это замечательный руководитель. Образованный, ценнейший такой. Давайте от Алиева все-таки к вам лично. Пожалуйста. Азербайджан покоряет новые вершины. К концу десятилетия здесь планируют построить километровый небоскреб, который станет самым высоким зданием в мире. Сейчас таковым является башня Бурдж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах. Ее рост 830 метров. Новую высотку ее назвали Азербайджан Тауэр или башня Азербайджана возведут в рамках проекта Казар Айландс. Он предусматривает строительство целого города с населением почти в 1 миллион человек недалеко от Баку. Инвестиции в строительство составят 125 миллиардов долларов. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ